Мы снимаем в экстремальной ситуации, мы уже не знаем придумать, Саше, какой интерьер для того, чтобы вас постоянно радовать чем-то новым. Вы видите сегодня прекрасно, что я без волос. Я сейчас здесь рожу, потому что у меня такие длинные ноги, и они просто не помещаются об эту хуйню. Вы понимаете, я давлю себе просто в мочегонный аппарат и чувствую, что скоро описаюсь, потому что я только что покушал, а вот мы ходили кушать. Кстати, первый раз на сегодняшний день я покушала из-за того, что я работаю. И как вы думаете, когда мы делаем эти влоги? Конечно же вечером. Ну, лысая баба, шо её взять? Беззубая лысая корга. Сегодня я. И на такой ноте я хочу сказать одну фразу. Я слива садова, спила лилова. Я не знаю, что я сказала, но мне это очень сильно понравилось. О господи, у меня такое ощущение, что у меня сейчас схватки какие-то начнутся. У меня просто сейчас, ааа, всё. Реально, так неудобно. Как у меня прошёл день? Вы знаете, охрененно. Тема сегодняшнего дня будет вдохновение. И вы сейчас поймёте почему. Я обожаю метро. Как вы понимаете, я просыпаюсь, чищу свои зубки, мою свои... А что в рифму можно сказать? Я чищу свои зубки, мою свои трубки. Вот. Крашу свою тумбочку. И выхожу в люди. Светить своим лицом в свет, чтобы осветить собой весь мир. И впервые, куда я захожу, в адское подземелье. Где несётся чудодейственный дракон. Который несёт меня на мою прекрасную ферму. Где я работаю. Я захожу к злому дракону. Сажусь в него. И самое большое, что меня поражает, это реалити. Самое настоящее реалити происходит в метро. Как ни удивление, да? Если бы у меня была, конечно же, моя чудодейственная камера 21 века. Я бы вам всё это засняла. Но у меня её нету просто. Из-за этого вы не увидите те краски эмоций. Которые меня перепал... Перепал... Лагобету привет. Но я скажу это слово. Пере... 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 Перенасыщенный. Мою душу. Это всё. Это... Это цирк Дю Солей на дроте. Это когда ходит какая-то бабка, и ты видишь её уже 50-й раз. А она то у неё ребёнок, извините, больной. То ей не хватает самой на операцию. То у неё тётя Люся сдохла, надо соседке сдать на пирожки. Боже, люди, ну нельзя же так врать. Это такой большой грех. Понимаете, если у вас никто не больной, то у вас обязательно кто-то как бумерангом заболеет. Ну хоть думайте об этом. О своих близких, если о себе не думаете. Это живые эмоции. Кто-то толкается, кто-то пихается. А больше всего мне поражают наши стояки. Мужчины. Как поголовно. Все превращаемся в спящую королеву и делаем... И женщины все стоят. И какая-то бы падла подняла свои глазёнки и посмотрела, что перед ним стоит женщина с двумя сумками и с двумя детьми на плечах. И она как мать-героиня, которая остановит избу, спасёт лошадь и вас ещё за яйца возьмёт. Саша, не ржи. Я снимаю свой влог. Останови ты избу. Наши женщины самые лучшие женщины в мире. Потому что кроме того, что они красивые, они ещё сильные и смелые. Когда мужчина, б***ь, посмотрит на женщину, он сразу прячется в свой телефон и делает вид, что он играет аху**ную игру «Перекати циферку». Ну все знают, да, эту игру, б***ь, дебильную? Это называется задрот. Когда женщины стоят, мужчины спят. Мужчина, по сути, должен своей стоять. Ну не 24 часа в сутки, ну как минимум 5 минут. Женщины, вам надо поставить памятник за то, что вы терпите этих козлов. Есть порядочные мужчины, но их очень мало. Я женщина, я этого не скрываю. Может я больше женщина, чем многие женщины. Но я, даже у меня бывают такие предпосылы, рывки встать и уступить той бедной женщине-бедняжке уже с тромбами на ногах место. Бедная, с утра до вечера еб***, а потом у меня 5 детей и корова не доина. Сегодня в толпе я вижу парня с девушкой. Они сидят, любят друг друга. Это искренне, я это вижу, это живые эмоции. И меня это вдохновляет. Меня вдохновляет жизнь ваша. Меня вдохновляете вы. Тем, чем вы занимаетесь, как вы живете. Вот это бесценно. Не деньги. Деньги это просто бумажки. Я хочу путешествовать. Я хочу видеть мир. Я не живу ради того, чтобы зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Я живу ради того, чтобы получать эмоции за эти деньги. Вот это мое кредо. Живи на полную. И пусть весь мир тебя подождет. Меня аж бесит это. Я так, сука, это бесит. Такие съемки, что у нас одна камера. Нету инвесторов. И Сташа пытается выкрутить с этого и делать малину. Во мне вырываются просто демоны. И я хочу сожрать все. Парень, сидевшись с девушкой, уступил место другой женщине с ребенком. Но этот ребенок не захотел сидеть. Он встал. Из-за этого другая женщина села на это место. Подвинулась и села еще другая женщина. То есть мужчина проебал свое место и села две других женщины. Которые могли постоять. А бабушка стояла. Но я не выдержала и встала. Даже я встала в этой ситуации. Украина, вставай. И вот я сижу перед вами. Такая ненакрашенная. Полностью натюрлинг. Без волос. Потому что я не хочу их теперь. Я хочу новое что-то для вас. Новый цвет. Новый имидж. Новый стайл. Новый тюнинг. Новые очки. Очки хочу себе. Да работает, б***ь, этот диктофон. Вы много спрашиваете, что это у меня в руках. И почему оно перевернуто. Если вы еще не догадались. На правах рекламы я скажу, что это диктофон. Потому что у нас еще нет спонсоров, чтобы сделали мне вот такой микрофон. Сделайте мне микрофон. Я сделаю вам ООН. Меня бы не взяли армию. Знаете почему? Потому что бы армия стала охренной, как в Италии. Вы видели ихних военных? Да там же стерильная доска. На ней можно просто вещи стирать. И не только. Не ходить по иншим каналам. Бо я вас люблю. Зараз пришли Мартыненко та Кирюша. З водярою та соком. Что будет дальше, вы будете видеть в инших влогах. А я буду уже закругляться. Потому что Саши надоело уже снимать. И это очень сложно снимать. Вот так, как я сейчас сижу. Конечно, русские меня не поняли. Ну и хер с этим. А я люблю вас всех. И мы едем в Питер скоро. Ждите меня. Я люблю вас всех. Всех славян. Ты моя курочка. Давай, бля.